Здравствуйте! Можно сюда к вам зайти? А что? Ну, мы граждане, мы, видите, безоружные, у нас еще нет. Кому? А к вам вашу организацию? Начальник? Начальник указан. Кто у вас руководитель? Приступ к вам в области, климите за него. Ну, хорошо, давайте климите. Можете проверить нас, мы безоружный народ. Креницы на месте? Да. К нему, граждане? Это на второй этаж? На второй этаж, да? На второй этаж. Фотоаппарат выключаем. Вещи на курить. Почему как? Возьмите, да? Возьмите, съемка идет. Мы к вам, граждане, просто граждане, мы безоружные. Мы вам предъявим, все, у нас ничего нет такого. Нам с вами надо побеседовать. Так, извините. Нет, это дело государственной важности. Вот так просто изменяться, вот все, эта съемка идет. Без нашего разрешения снимать меня запрещено. Федерального закона? Нет. Федерального закона нет, назовите его. Вот предупреждение, но мне нужно подроспись. Нужно, чтобы ваш, вот у меня есть тетрадь, где все, куда я ходил, мы вчера, все ставят свои штампы и расписываются. И, пожалуйста, это серьезно. Это государственный, действительно, государственный комитет, комитет государственной безопасности Союза СССР. Так, это стережение. Мы должны вам его вручить. Потому что в стране военное положение. Какое военное положение? Какое? Выбирайте, пожалуйста, документы застричь. Да нет, я вам предъявлю. Баскова Александра Николаевна, можете записать. Я не вру, многие тут меня не знают даже. Вот. Вот у меня, значит, паспорт Союза СССР, который испортила ПВС. Так, значит, секундочку, подождите здесь, я доложу руководству управления. Да при чем тут руководство управления? У вас юридическое, авиационное руководство, у вас не государственные органы. Это не государственные органы. Мы вообще государственные органы в стране. Представляете, нет? Вот прокуратура, она вообще даже не зарегистрирована нигде. Они даже в ЕГРУЛе не зарегистрированы. Вот сейчас, если не пустят, за это его накажут. Войнополевые трибуналы созданы. Они не понимают этих вещей. Ботов свяжется с руководством. Да, руководство это юридическое лицо, конечно, ему это не надо. Зачем? Они живут и за границей их зарплату получают и все нормально. У нас здесь и в Кире. Вот я вам говорю, что у вас, естественно, они не разрешат. Потому что у них тайна воровская. У нас нет РФ? Нет, РФ нет. РФ – это коммерческая фирма? Фирма коммерческая. Она зарегистрирована за рубежом. Мы вам даже покажем это все. Что вы напорожите? Как она зарегистрирована? Вы хотите сказать, что Россия – это… Россия, вы не работаете. Это Российская федерация. Это фирма. Российская федерация, Россия у нас равнозначная в понятии. А ну, равнозначная… Нет, я в курсе. Но дело в том, что они не равнозначные. Что значит неравнозначные? конституцию российской вычитали что написано россия российская федерация понятие что понятно в юридическом лице работаете юридическое лицо вы на основании информации на сайте на сайте министерства труда сша коммерческая структура понятно сша общество на большом глубоким вот любой паспорт, один испорченный, который настоящий А почему он испорчен? А потому что ПВС его испортила Она выдала Усвайс Вот этот, видите? У нас нет Усвайса, мы не в Немецкой Федерации Подождите, вы посмотрите Вот это, вы наберите в интернете ГОСТ Российской Федерации о государственных печатях Он должен быть не... Хорошо, паспорт, а удостоверение у вас еще какое-то имеется? Зачем мне удостоверение? Вы читали Конституцию Российской Федерации? Кто является источником власти в России? Народ А второй паспорт у него есть? А второй паспорт вам зачем? Этот паспорт гражданина СР я больше никому не дам Потому что его испортили Пожалуйста, дай этот паспорт, я дам его запишу Пожалуйста Он фальшивый, как и у вас Там ни печать не соответствует Подпись не расшифрована Он юридически незначимый Везде кругом одни юридические лица Наша прокуратура вообще неизвестна кто Хотя лично Она даже в налоговую не зарегистрирована Кировская областная зарегистрирована В налоговой А я тебе вообще не зарегистрирована Вы какой Я еще раз говорю Без моего согласия меня снимать не надо Нет Уберите, пожалуйста Назовите закон Уберите, пожалуйста, сотовый телефон Я не хочу, лично я не хочу Как гражданин Вы совершили какое-то преступление? Нет Тогда в чем проблема? Я не хочу, чтобы вы меня А вы снимайте и нас В чем проблема? Я не могу вас снимать Потому что по закону это запрещено Неправда, нет А назовите закон Без вашего согласия Закон назовите, пожалуйста Организация у вас какая? Организация гражданка СССР Я гражданка СССР Просто граждане Никакая не организация Мы граждане СССР И что вы представляете? Вы тоже гражданка Дни СССР Вы просто работаете Представляете Вы кого? СССР А цель вашего визита к нам? Цель визита Вот влечить вам предупреждение Хорошо бы его зарегистрировать У вас есть какой-то секретариат Или что-то? Вот предостережение Значит, вам От вновь восстановленных органов власти СССР Каких вновь восстановленных органов власти СССР? Ну, понимаете, СССР никуда не делся Он существует до сих пор У нас делся У нас Российская Федерация Нет, Российская Федерация зарегистрирована за границей Как коммерческая структура Посмотрите в интернете Там висят скриншоты о том, где она зарегистрирована Лондон-Сити на Медведево А само правительство как коммерческая компания На сайте Министерства труда США Вот посмотрите, найдите Нету государственных органов Вот только органы Советского Союза Они государственные Так, можно взять паспорт Ваш, этот, этот, Аус Вайс У нас нет Аус Вайс Нет, это Аус Вайс Он не дает гражданство Если вы законы читаете Почитайте 62 закон федеральной Российской Федерации Там и написано, что вы не гражданин Российской Федерации Это вы думаете, что вы гражданин Российской Федерации? Мне вот здесь нужно поставить подпись Должность Мы же ведь в Российской Федерации Народ источник власти Угу Угу Давайте я его тут возьму У меня не кричай, это очень быстро Оно еще гласит Вот тут ваш Вот все, что она гласит Вы прочитайте Мы вам не принесли, чтобы вы прочитали Что Союз Советских и Социалистических Республик Возобновил работу Орган государственной власти Сеноты, правительство, власти посольства мира разосланы Советский Союз Начал свою работу Потому что органы государственной власти Были разогнаны бандитом Ельциным В 93-м году Но он никуда не делся До юра он существует Советский Союз А еще можно паспорт прописать Посмотрите Вон час 169 Я никуда не скрываюсь Но любые поползновения В отношении граждан СССР По факту я гражданка СССР Будут пресекаться Созданы военно-полевые трибуналы Для тех, кто это не понимает Вы можете перепроверить всю информацию Кстати, не забывайте телефон Николай Анатольевич Давайте ему номер телефона Еще раз гнилась МТС Вот Вы распишитесь Мы просто уйдем И все Вы тут тогда сообщайтесь И всех вот до этого Донесите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так она хочет Под подпись просто Она хочет, чтобы под подпись В тетрадочке у нее есть Если вы не уголовники Чего бы не расписаться Если вы не совершаете И какие преступления Угу Так она заявления Никакого писать не хотят Они просто Просто хотят Вручить Комитету государственной безопасности Союза советских социалистических республик Предостережение О нарушении действующего Задогательства СССР Как бы она поясняет Что мы представляем Союз советских социалистических республик Правильно? Естественно Если территория СССР Вот Типа Оно возобновляет работу Это Предупреждение Предостережение Он возобновил Еще в 10-м году Восстанавливаем СССР В 2010-м году Сейчас просто Вы организация какая-то конкретно Это не организация Это страна Союз советских социалистических республик Вы граждане ее Вы тоже граждане Просто вы не знаете об этом Вы граждане Вы не входили из гражданства СССР Это целая процедура Вы не представляете Что это такое И ответственность нести Тоже будете Если будете Вот Упорство Просто хочет Вручить Предупреждение Предупреждение Да Напечатано На листочке На бумажках Я думаю Ничем оно вам не повредит Просто прочитайте И Сотрудников своих Ознакомите Так Документы Вашей удостоверяющей личностью Мои теперь Ваши А смысл Продолжение следует 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 Федерации. Каким гражданином я являюсь? Российской Федерацией. Я не являюсь? Так, вы 63-й свой закон. Михаил Николаевич, вы увидите, что вы не являетесь. Хочу вас официально уведомить, что видео и фотосъемка у нас запрещена. Она разрешена. За границей? Федеральной службе войск национальной гвардии. Значит, она разрешена по заявлению. Я граждан РФ? Нет. Почему не так? 29-го статья. Вы должны туда сделать заявление, запрос, что будете осуществлять видео и фотосъемку. И вам там будут разрешения. Вы идите сейчас к лицу нам выдастся. Не трогайте. Вы не трогайте. Руки не распускайте. Не распускайте руки. Это что еще такое? Там с дежурки наряды, Горнина. Так, значит, вы не хотите расписываться. Мы как? В чем расписываться? В том, что предупреждение получили. Какое предупреждение? Предупреждение. 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 О чем оно? Вы мне объясните. Вы сначала прочитайте и не будете спрашивать. Я, во-первых, вижу о том, что... Под руки. Комментируем. Во-первых. Отказались. От организации, которая не существует. Вы в мороке находитесь. Где? В мороке. Еще раз. В глубоком мороке. В глубоком мороке. Вот когда вы очнетесь, вы просто удивитесь. Вы удивитесь. Вот эти все ваши действия покажут настолько нелепыми. А то, что вы натворите, за это будете отвечать. Понимаете? Еще. Я готов отвечать. Мы-то вот знаем, что происходит. Вот 62-й закон откройте. Статья 41.2. Пункт 4 под буквой Г. Просчитайте. Лицо не является гражданином Российской Федерации. Если оно получило паспорт гражданина Российской Федерации, все в этом роде. Вы не являетесь. Вы гражданин СССР, потому что вы из гражданства СССР не выходили никогда. Чтобы войти куда-то, в любое гражданство, надо выйти. Точно так же, как если брак у вас есть с первой, а вы там второй хотите создать, вы должны из первого брака выйти. И тут такая же процедура. Есть к нему 182-й федеральный закон Российской Федерации, который гласит о том, что должны... Я еще раз говорю, уберите камеру. Камеру. Молодой человек. Не трогайте руки, не распустайте руки. Вы-то уже не распустаете. И вы не распустаете. Вы что не тянете? Я не распустаю. Не тяните к нашим вещам. Заплючите камеру. Так, не трогайте. Не трогайте. Это фиксация. Это как вы себя ведете. Я так как себя веду. Вы руки тянете, отнимаете. Вы не имеете права мою личную жизнь снимать. Вы? Ваша личная здесь жизнь, это здесь не личная жизнь. Я в отпуске не пишу. А зачем вы сюда пришли, если вы в отпуске? В другу зашел. А, в другу? Ну вот и все. Вы не имеете права снимать. Это публичное место. Это закрытое место. 226-й федеральный закон. Еще раз прошу вас почитать. Федеральный закон и подчиняется Конституции Российской Федерации. Вы же это будете? Не будете спаривать? Федеральная структура, которая запрещена съемкой. А 29-й закон, статья, разрешает нам снимать. Еще раз говорю, вы видите камеру. Я вас предупреждаю об ответственности. А мы вас тоже предупреждаем об ответственности. Мы вас особенно предупреждаем. За что? Вы не представляете себе этих последствий. Вы говорите гражданам СССР. А вот будет суд создан, да? Какой суд? А суды уже созданы? Суды созданы, да мы давно уже. Нет. У них судебной власти нет. Как это нет? Вы же на Конституцию ссылаетесь. На вашу, которая для вас действительно. Тогда почему вы сейчас ссылаетесь на Конституцию, защищая свои права? Потому что она для вас действительно. А для вас нет. А на СССР вообще можно все снимать? В СССР? В СССР? Да. Но мы-то не в СССР. Мы в Российской Федерации. Это вы так думаете, что спите. А когда проснетесь, будет вам не смешно. Знаете, вам, мне кажется, надо в больницу сходить. Это вам в больницу. Всю страну психичкой сделали. Всю страну у всех нарушили психику. Вы хоть почитайте. Вы это ничего не знаете. Ни документы. 62-й закон. Вы не читали. 182-й федеральный ваша Российская Федерация. Мы не читали. Конституция сама себя противоречит. Конституция сама себя противоречит. Вы откройте раздел номер 2. Вы за Конституцию голосовали? Нет. А почему не голосовали? А потому что это был проект, а не Конституция. Проект Конституции. Вы против голосовали? Надо было сказать и проголосать против. Я с бандитами не играю. Потому что в 93-м году бандит Ельцин расстрелял Верховный Совет СССР, избранный всем советским народом. И силой власти захватил. Он, кстати, был уже отрешен от власти президента. Он как бандит. Мне кажется, вы не внимательны. Вы знаете, это вам вот когда кажется, то вы всегда это перепроверяйте. Потому что когда кажется, это очень, знаете, надо быть уверенным, а не то, что вам кажется. Вот посмотрите. Ельцин 21 сентября Конституционный суд Российской Федерации от власти отлучил президентской. Это снял с него полномочия президента. А он все равно силой власти 3-4 октября 1993 года взял и расстрелял Верховный Совет, который избирал весь советский народ. А референдум 17 марта 1991 года собирали. Там 80% населения проголосовало за то, чтобы в Союзу быть. Что он сделал в 1991 году, 25 декабря? Он переименовал РСФСР, ВРФ и начались вот эти чудеса. Все предприятия, колхозы, все уничтожено ведь. Это оккупационная структура. Вы неужели? Вы возьмите, зайдите в игру.ру. Вы посмотрите свои организации, вы юридическое лицо. Вы посмотрите нашу прокуратуру, вы ее вообще только за границей найдете. А вот это ФССП, бандитская группировка, я вчера носила это же предостережение. И этот самый энергосбыт, отключат у всех граждан Советского Союза свет. Он имеет на это право? Нет. Потому что они здесь даже не зарегистрированы. Нигде не зарегистрированы. Никто. И профсоюз, и прокуратура точно так же не зарегистрирована. Вот Кировская областная прокуратура, она зарегистрирована как юридическое лицо. Не как государственный орган, а как юридическое лицо она зарегистрирована. Посмотрите, вы говорите, там-то вам печать налогово ставят, синяя печать, под конец. Вы просто в море. ОГРН, которое начинается с единички, это все частные юридические лица. А двойка, это государственные. Так что в вашей организации, полиции, суды все с единички начинаются. В чем говорит? Суды все в Германии зарегистрированы. Датензац. Юпиль Датензац. Смотрите. Это. Суды им никто судебную власть не передавал. Что их президент назначает, фамилия, имя, отчество никаких. А у президента судебной власти вообще нет, у него уже исполнительная власть. Его народ выбирает на исполнительную власть. И он не влада судебной властью. А судебная власть, они ее присвоили просто. Сами граждане друг друга. Вот им это и надо. Они ведут войну вот таким образом. Зачем выводить НАТОвский блок? Присорвайтесь. Так, у нас вообще-то нам надо идти. Мы вам... Сейчас дежурная часть подъедет. А, дежурная часть. Да, ваше заявление и сообщение мы зарегистрировали. В смысле, в какой дежурной части? В заявлении... Ну вот ваше. Вот это вот. Зарегистрировали. Все, хорошо. Все, паспорт. Мы никуда не бежим. Нет, нет, нет. Оружием у нас нет, можете проверить. Нет, нет. Мы уже хотели, чтобы вот сейчас мы вас зарегистрировали, все приемо. Все, все. Дежурную часть. Я вам объяснила. Посмотрите, это все в интернете выложено. Возьмите документы, сверьте с документами. Все проверил. Хорошо. Мы вас просто предупредили, никаких физических действий по отношению к вам. Нет, нет. Мы насилия не производим никакого. Да, я подъеду, во сколько все будет. Я не могу сейчас. С управления нет, я подъеду. Во сколько все начнется? В час. По лицу-то мы хотели идти, так вот мы бы пришли сами. Они сейчас приедут. За одним. У тебя есть? Есть. Давай, я тебе. Ладно, хорошо, давай. Да. Чтоб вы проснулись, наконец. Что происходит? А то доживете до того, что у вас тоже ничего платить. Давай мы созвонимся, Вячеслав Геннадьевич. Граждане-то со всеми вещами будут. Пластичи будут получать. Нет, нет, да. Сюда идет натовский блок. И ведет его наши структуры. Дают им право, пожалуйста, заходите. Базово в Ульяновске стоит натовское. Здравствуйте. 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 Дальше. Дальше. для нас он незаконен он противоречит конституции вашей же российской федерации для нас действует закон 77 года мы граждане ссср так что никакие законы после девяносто первого года знаете без нам даже простого голубые граждане если вы дома были да какая разница нет вы находитесь в офисе который публичен публичный офис здесь не галышом ходят одеты все ну и что что ну и что раздеты или как ну так отчет вы при исполнении обязанности поэтому принесли такое предостережение он пожалуйста представьтесь я старший инспектор полиции голове это уже вот вы из полиции сейчас приехали нет я тоже сотрудничество на храну токос управления токос управления вот мы вас предупреждаем предостережение вот эти три разносим по всем организациям но почему-то очень запаниковали вот чем людей что мы снимаем что мы разносим а у нас есть право снимать но даже суда камень право снимать везде потому что 29 статья конституцию вашей же российской федерации ваша задача перепроверить всю информацию и доложить всем сотрудникам мы разберемся нет вы разберетесь но сотрудникам это не доносите это уже доказан другие города по всей стране сейчас создано 10 2010 году тараскин сергей так его за число ввечеславович взял на себя значит по законам военного времени взял на себя такую обязанность значит принял президент стал президентом временно исполняющим обязанности президентом ссср потому что горбачёв со своего поста убежал и значит вот он на себя оформил все документы и сейчас идет восстановление органов государственной власти ссср потому что это территория ссср потому что вы граждане ссср вы никогда не увидели граждан ссср вы просто работаете в иностранной фирме это юридическое лицо где он зарегистрировал мы посмотрим кстати названием посмотришь в интернете налог.ru видно будет зарегистрированного налогового зарегистрирована тоже за границей правительство российской федерации зарегистрированном на сайте министерство труда сша как коммерческая структура выйдите в интернет увейте соберите скриншоты регистрации рф на сайте минуту до сша увидите что-то бизнес структура называется направительство российской федерации саму сама российская федерация зарегистрирована то ли вы что от нас то хотите чтобы мы что донесли вот это все для граждан своих для своих сотрудников они все граждане ссср вы понимаете это вы вот особенно люди которые давали присягу еще ссср они вообще из получаться изменили присяги ссср знаете что за это бывает поэтому но если даже граждане ссср и вы должны это понимать потому что гражданство на основании закона 23 мая 90-го года она гражданство не по паспорту определяется но определяется по свидетельству рождения по родителям если родители ваши граждане ссср то вы хоть в пекине родитесь хоть где в сша вы все нужны ссср понимаете и вы не отказываясь от гражданства ссср сср очень богатая страна если вы откажетесь от гражданства вы откажетесь от всех своих благ а российской федерации ведь нет вы не сможете стать гражданином российской федерации по 162 закон читайте статья 41.2 пункт 4 под буквой г знаете там лицо не является гражданином российской федерации если она получила паспорт гражданин российской федерации там соответствует законодательством там точно читайте трактовку Российская Дефедерация, она преемница, является Советской Федерацией? Нет, она не является ею. Советский Союз ни сантиметра территории не передал Российской Федерации. Ни земли, ни территории, ни граждан. Да, мы это хотим, чтобы вы довели до личного состава. Мы всем это и говорим своих сотрудников. О знакомке это есть. Управляйте официальные бумаги, вот и все. Это официальная бумага. Мы копии просто делом, я напечатан этих самых, делом копии разносим. Потому что вы должны, вы перепроверьте, вы эту, просто вы эту вот всю информацию, сядьте, получается у нас вон энергосбыт отключают, ведь даже в Российской Федерации есть уголовный кодекс, и там статья 215.1, 215.2 нельзя отключать от электроэнергии, а они вот люди по 3, по 4. А вы были в местном второе отделе? Нет, мы еще не дошли, вот вы видите. А у вас самих-то есть какие-то документы? У нас паспорта, мы граждане, мы просто граждане. У меня вот паспорт гражданки Советского Союза испортили паспорт настоящего и дали фальшивый. Вот ваш паспорт тоже фальшивый.